Скажу честно, я решил воспользоваться своим правом и пойти немножко против правил. Всем привет, меня зовут Алексей Спилеров, это Alex Fitness Challenge. Итак, что же сегодня будет в нашей серии? Сегодня я вам расскажу, каких результатов добились ребята. Напомним вам, что наше испытание началось 12 сентября. Съемки проходят также 12, только октября, ровно через месяц. Сегодня мы расскажем, с помощью каких продуктов, какие углеводы они едят, сколько, в какие дни. В количестве белка, есть ли у них спортивное питание, ну и конечно же, каких результатов они добились. То есть это объем талии, вес, всевозможные результаты. Кстати говоря, в своем инстаграме я выкладывал совсем недавно их результаты, вы можете их сейчас увидеть. Если вы хотите более плотно следить за моей личной жизнью, смотреть за моими соревнованиями, за моим прогрессом, то подписывайтесь, пожалуйста, ссылка находится в описании, чтобы быть ко мне еще чуть ближе. Ну и сегодня мы начнем с Влада. Он расскажет, каких результатов он добился, с помощью каких продуктов. В общем, все сейчас расскажет, все самое интересное. А вторая часть у нас будет, как обычный челлендж. К сожалению, сейчас в начале серии вы увидите Оксана и Влада вместе. Но, так как вы знаете, они выставлены на голосование, и всего будет один участник представлять на этом испытании от Green Team. К сожалению, я, конечно, буду расстроен, но чему быть, тому не миновать. Ну что, начнем с Влада. Поехали. В начале проекта я весил 104,7. Сейчас я вешу 95,3. Естественно, вес мой этот с утра на голодный желудок. Ну, как все, в общем-то, и взвешиваются. В начале проекта талия моя была 101 см. Сейчас ее объем составляет примерно 93 см. Я считаю, что достаточно хорошо поработал на жиросжигании, и при этом максимально сохранил мышечную массу, как мог. Алексей в начале испытания нам написал всем программы тренировок. Мы тренировались по ним самостоятельно, плюс еще мы тренировались вместе с ним. У нас были совместные тренировки. Каждый день мы выполняли домашнее задание. Это была круговая тренировка, в которую входили приседания, упражнения на пресс, отжимания, планка. Вот. И был бег каждый день по 5 километров. Было сложно отказаться на самом деле от всего, но мотивация была очень сильная, поэтому в голове что-то вот так в один раз щелкнуло, и буквально желание пропало есть всякую гадость. Пришлось отказаться, конечно же, от быстрых углеводов, урезать количество медленных, прибавить количество белка, отказаться от соли. В начале испытания Алексей написал нам диету. Моя диета состояла из 200 грамм углеводов и 2,5 грамма белка на килограмм массы тела. 200 грамм углеводов было, потому что если их очень резко убрать, то замедлится обмен веществ. Просто не будет идти прогресс, я считаю. По мере продвижения прогресса Алексей поменял нам немножечко диету. Сейчас она составляет трехдневный цикл, и мы питаемся так. Первый день в моем цикле составляет 100 грамм углеводов, 2,5 и более грамма белка на килограмм веса тела. Во второй день у меня идет белковый день, который я повышаю содержание белка в день. Третий у меня 70 грамм углеводов с таким же количеством белка, как и в первый день. Давайте я вам расскажу, что я употребляю из медленных углеводов. Перечислю просто продукты, которые идут в мой рацион. Это такие продукты, как греча, овсянка, гречневые хлопья, различные салаты зеленые, чтобы была клетчатка, чтобы наполнить свой желудок и не хотелось кушать. И также мы употребляем огурчики еще. Вот. Категорически Алексей нам сразу же сказал, что нельзя кушать помидоры, потому что там содержится натрий, который задерживает воду в организме. Я стараюсь не добавлять ничего лишнего в свой рацион, чтобы просто-напросто не соблазнять себя, чтобы съесть какой-то там неправильный продукт и не нарушить диету. Вот и все. В углеводный день я стараюсь употреблять углеводы в первой половине дня. Максимум это 4 часа дня. Если тренировка будет вечером, то чуть попозже может быть, чтобы полегче было. С спортивного питания я употребляю сывороточный протеин и казеин. Протеин. Сывороточный протеин идет после тренировки. Казеин идет, либо тоже может идти как с утра, чтобы, ну, если я куда-то, например, ухожу, я его пью и какое-то время я просто не хочу кушать. Потому что казеин медленно усваивается вплоть до 6 часов и не хочется кушать. И также его можно употреблять вечером, перед сном, чтобы в то время, как мы спим, в организме не происходил такой процесс, как катаболизм. Меня мотивирует в первую очередь Алексей и то, как я хочу выиграть, как я хочу, чтобы выиграл он. Конечно же, мне очень хочется кушать, очень хочется какой-нибудь там Кока-Колы или бургер. Я каждый день не проходит без того, чтобы я не подумал об этой еде. Но это естественно, потому что, когда питаешься этим всю свою жизнь, очень сложно резко от этого отказаться. Также меня мотивирует и вы, зрители, в первую очередь. Потому что я открываю выпуски предыдущие, читаю ваши комментарии, мне очень-очень приятно. Очень приятно, я не могу прямо описать. Спасибо вам большое. Всем привет, меня зовут Оксана. В начале проекта мой вес составлял 64 килограмма, сейчас 57. Итого, мой вес уменьшился на 7 килограмм. Что касается объемов, объем груди был 90, стал 86. Объем талии уменьшился с 79 до 74 сантиметров и объем бедер со 100 до 95 сантиметров. Тренировочный процесс в этом месяце состоял из ежедневного бега, 5 километров обязательно на улице, отжиманий, книжки, упражнения на пресс и приседаний. В течение месяца у нас были как совместные, так и самостоятельные тренировки. Вместе мы встречались в зале 3-4 раза в неделю. Остальные дни мы занимались самостоятельно. По программе тренировок, которые нам составлял Алексей Столяров. В начале проекта Алексей составил нам диету, которую мы следовали. Она соответствовала нашему весу. В зависимости от веса рассчитывался ковараж диеты, белки, жиры и углеводы. В первый день было 50 грамм углеводов, во второй день 0, в третий день 70 грамм углеводов. Количество белков оставалось равным 83 граммам. Все продукты я тщательно взвешивала. Например, утром я ела 20 грамм с полувеса гречневых хлопьев, добавляя немного изюма или кураги. На обед я ела сложные, также сложные углеводы в виде гречки или кускуса. Вторую половину дня я питалась только белками и зеленым салатом-огурцами. Возможно, вы спросите, почему в моей диете присутствовал изюм. Изюм нам нужен с утра для того, чтобы быстрее пошел прилив энергии, чтобы было легче проснуться и начать работу. График у меня сложный. Мой рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается в 5 часов. После этого я еду на тренировку. Также в моей диете обязательно присутствовали рыбий жир, льняное масло. Что это дает нам? Это дает витамины омега-3, омега-6, омега-9. Клетчатка, содержащаяся в овощах, нужна нам для наполнения желудка, чтобы мы чувствовали себя весь день сытыми и для помощи нашему пищеварению. С начала проекта, когда мы снизили калорийность до необходимой, казалось очень сложно. Я тогда считала, что это ограничение в питании, но когда началось белково-углеводное чередование, вот тут я поняла, что там были еще цветочки. В белковые дни плохое настроение, реальный упадок сил, но нужно, наверное, ставить себе все-таки цель, понимать, зачем ты это делаешь. И мне в эти дни помогал справляться с собой, с голодом и с плохим настроением Влад и Алексей, потому что они всегда были рядом и в любой момент могли меня поддержать. Я смогла измениться за этот месяц, сможете и вы. У меня тоже есть какие-то личные переживания, сложности на работе, но тем не менее, каждый вечер я либо в зале, либо на улице. За этот месяц я поняла, как нужно работать и как можно изменить себя. Самое главное – это ваше желание. Ну что, вот и произошли подряд два челленджа. Одна битва на кухню, другая по спортивному питанию. Кстати говоря, серию про спортивное питание вы можете посмотреть на канале Alex Fitness, она находится в ссылочке в описании. Но и, к сожалению, мы не получили ни одного иммунитета. Все два их было иммунитета, забрала рыжая команда. И поэтому, очень, конечно, тяжело об этом говорить, но два моих участника выходят на голосование. Это Оксана и Влад. Блин, они стараются ради вас, они действительно крутые, они молодцы. Вы видели, каких прогрессов они добились. Блин, они действительно крутые. Ну и, конечно, если вам понравилась эта серия, где ребята прекрасно прошли испытания Андрея Басынина. Да, господи, они столько уже испытаний прошли. И Тарзанк, и Флайборд, и Басынин. Ребята просто за этот месяц испытали столько ощущений. Было круто, у меня действительно шикарная команда. Поэтому ставь скорее лайк, подписывайся на канал, потому что дальше будет еще жарче. Друзья, пока идут съемки Alex Fitness Challenge, я тут наткнулся на очень интересный сайт Восточного Содружества. Компания зарабатывает на недвижимости и привлекает вклады, выплачивает доход, инвестиции в недвижимость, пассивный доход, возможность зарабатывать на партнерке. Получайте деньги каждый день. Это проще и выгоднее, чем ходить на работу. Рекомендую вам этот сайт. Ссылки, как обычно, в описании. Теперь, наверное, перейдем к итогам прошлой недели. Как вы все помните, на голосовании были Владислав и Оксана. Ребята шли очень-очень ровно. Поэтому, скажу честно, я решил воспользоваться своим правом и пойти немножко против правил. И на этой неделе мы не потеряем ни одного участника, как бы это ни было. Но, чтобы вы понимали, на следующей неделе нас покинет по одному участнику из каждой команды. Сто пудово. Сто пудово по одному участнику из каждой команды нас покинут на следующей неделе. И отсюда я вам расскажу уже челлендж. Челлендж у нас будет многосоставной и на самом деле недельный. Первая часть челленджа, вы сейчас узнали про систему My Wellness Cloud, вам нужно будет зарабатывать мувсы. Тот, кто заработает больше мувсов, у того больше шансов остаться в проекте. Второй этап нашего челленджа – это открытое голосование наших зрителей. То есть зрители будут голосовать за каждого из вас, а не ограниченного количества. То есть за всех четверых ребят может кто-то проголосовать. И третья часть нашего челленджа. На следующей неделе нам сюда привезут такую систему, которая называется ТАНИТА. Это анализатор тела, которая проанализирует состав вашего тела. И у того человека, у которого будет меньше процент жира, тот получит больше шансов остаться. То есть у вас будет такая тройная оценка сборная. В каждом пункте у вас будет место с первого по четвертого. Мы все с вами сложим и выявим тех людей, которые нас покинут. Но и это еще не все. Каждый из наставников может дать только один балл только одному своему участнику. Это будет проходить закрыто. То есть наставники могут сильно не переживать, что их подопечные обидятся. Потому что этот балл будет идти закрытым, о котором буду знать только я. В общем, вот такой вот у нас длинный челлендж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было на самом деле очень волнительно. В первую очередь я напряг всех вообще, всех напряг, чтобы за меня голосовали. Там друзей, друзей, друзей. Какой-то друг даже напряг своих знакомых со школы. За меня чуть ли не школа там голосовала. Как мне сказали. И на самом деле я рад и в то же время очень удивлен, что ты такое решение принял. Но в любом случае это хорошо, потому что мы остались вместе, сможем тренироваться так же, радоваться вместе. Не знаю, правда, как ко мне Оксана относится после этого голосования. Но все-таки. Я говорю как есть, как я считаю. Считаю. Оксана. Для меня самое сложное было начать борьбу. Скажу честно, что меня сподвиг один человек на это. Сказал, что это не спортивно. Просто сложить лапки. Я не собиралась вообще бороться. Я собиралась попрощаться и тихо уйти, потому что я понимала, что я не наберу голосов больше, чем у Влада. И я не хотела это делать. Мы не конкуренты друг с другом. И мне было бы, ну, больно и обидно, если бы он не прошел дальше. У него огромные цели на дальнейшее. И мешать этому своим присутствием на проекте, ну, это было бы просто глупо. Кстати, как вы отнесетесь к тому, что ваши фанаты устроили борьбу за вас в комментариях? Кто-то кого-то обвинял, кто-то кого-то защищал. Ну, на самом деле, я считаю, наверное, может, с двоих отвечу. Мне кажется, у нас мнение одинаковое. Это были наши друзья. Ну, мои там тоже участвовали, Оксанина как бы. Ну, мы же не можем этим людям там что-то запрещать. Это их мнение. Да, там личные сообщения они писали что-то. Я говорил, не нужно ни на что отвечать вообще. Пусть каждый останется при своем мнении просто-напросто и все. Пусть думают, как хотят. Главное – оставаться честным перед собой в первую очередь, я считаю. Ну, вообще приятно, что за вас голосовало такое большое количество людей, действительно большое, и за новое, и за второе, что у вас есть какие-то фанаты уже можно сказать, те, кто вас поддерживает в комментариях и голосами и так далее. Я была настолько удивлена, сколько людей включилось. Я благодарю всех вместе, лично каждого. Ребята, я не ожидала. Спасибо большое за каждый ваш голос, за каждую потраченную минуту. Спасибо. Да, я тоже хочу поблагодарить своих одноклассников в первую очередь, которые сразу, как я написал, они сразу же отреагировали. У нас просто общий чат создан вместе. Они сразу же начали мне там скидывать какие-то ссылки, кому они отправили. Отчитывались передо мной все эти дни, сколько они народу привлекли. Спасибо вам большое. Спасибо друзьям всем вообще, которые проголосовали. Я тоже не ожидал, что будет такая поддержка колоссальная с вашей стороны. Вот, спасибо большое. У него в Сочи вы остаетесь еще на одну неделю. Я желаю вам успехов в ваших тренировках. И увидимся через неделю на новом челлендже. Очень сложный челлендж. Он будет состоять из трех петапов, даже, по-моему, из четырех. Там очень сложная какая-то схема. Первое. Это нужно ребятам с помощью wellness ключей. Вот они у них делают обладки. Час на джим wellness. Да, нужно там зарабатывать баллы. Мы будем просто работать эту неделю, не покладая рук. Второе. Это ваше голосование, ребята. Голосуйте за мою команду, потому что они работали нереально круто. Добились невероятных результатов. Вы видите на съемках, как они круто работают. Как обычно, вы уже знаете и привыкли. Надеюсь, что ссылки, как обычно, в описании группы Alex Fitness. Туда мы заходим, переходим, голосуем за Оксану и за Влада. Потому что, ребята, в конце этой недели и из рыжих, и из зеленых уйдут по одному человеку. И в финале останется всего двое. Двое самых достойных этого челленджа. Друзья, был очень крутой проект. Мы шли к этому очень долго. Полтора месяца мы работали над телом. Мы сожгли очень большое количество килограмм сил, нервов. Блин, ну мы реально переживали. Каждое голосование просто какое-то невероятное. Челлендж просто всегда для нас поворачивался каким-то боком. И вот, наконец-то, приятная новость. Ну а сегодня что? Мы все уже услышали. Про питание вы, ребят, услышали. Надеюсь, вы сделали какие-то выводы. Ну и, как обычно, подписывайтесь на наш канал. Голосуйте за ребят, потому что они очень нуждаются вашей поддержки. Ну и, конечно, Green Team самое лучшее. Все, прощаемся, ребят. Пока!